Приветствую всех, это программа-беседка на телевидении Комсомольской правды. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева. Женя, здравствуй. Здравствуйте. И нас рассказывал корреспондент советского спорта, я Евгений Красильников. Сегодня мы будем беседовать обо всем, наверное, да, Инна? Ну, я думаю, да. Давай я тебе даю такое право начать разговор с великой спортсменкой. Да, Женя, вот когда к нам приходили девочки, ставшие олимпийскими чемпионками в групповом упражнении, и все читатели потом в своих комментариях, они были потрясены вот этой вот ценой медали, да, потому что они откровенно рассказали, как все это было. И больше всего людей потрясло то, что они поужинали шесть раз вот в гимнастике, да, после победы. Это не шесть раз, это знаете, как было. Расскажите, да. После этого мы собрались и приехали в олимпийскую деревню, мы там не жили, мы жили в гостинице обычной. И просто поселились в этой столовой и не вылезали. Все попробовали? Она огромная. Нет, не все. То есть начали спиться, насколько мне известно. В принципе, уменьшился до такой степени желудок, что там буквально немного поели, и уже все, и никто не мог. Потом немножко переждали, опять пошли. Сейчас. И вы были тогда с ними, когда они прогуляли, вернее, не прогуляли, а пораньше сбежали с церемонии закрытия, чтобы еще раз поесть? Ну, там уже было скучноватое, поэтому оттуда вы решили уехать, и приехали опять в столовую. Нет, еще был нужен в Боскодоме. В Боскодоме это уже следовало потом. Это уже после третьего визита, да, в столовую? Жень, каково это оказаться в 22 года фактически на вершине всего, чего можно добиться? Ну, стать третий раз олимпийской чемпионкой, четвертый, пятый, ну, по большому счету уже... Ну, дело даже не в этом. Мне хотелось это преодолеть, мне хотелось себя проверить, насколько я способна, выдержать ли это. Потому что это, ну, честно говоря, очень непросто, и каждый год по-своему был сложным. Ну, бывали такие моменты, когда просто хотелось все броситься, да, там, и худело, и когда там что-то болело, и когда не получалось особенно, это и псих, и эмоции. Ну, слава богу, все хорошо, и не зря, потому что очень много кто и работает, и те, кто все вкладывает, но не получается, к сожалению. В данном случае, говорю, о нынешнем периоде, когда уже двукратная олимпийская чемпионка, вот сейчас, когда все, наверное, достигнуто в спорте или нет, анализируют моменты? Ну, по результатам, наверное, да, по эмоциям не знаю еще, потому что еще пока думаю, продолжать, не продолжать, пока отдыхаю, решаю, вот, но я, безусловно, очень люблю этот вид спорта. Мне подарил, прежде всего, этот вид спорта, и прекрасные эмоции, и меня сделал сильнее, и плюс, благодаря спорту я узнала столько людей, ну, как бы, всему благодарна. А как происходит этот мыслительный процесс? С утра, девочки, они такие непредсказуемы, с утра, ну, может быть, и третья олимпиада, а вечером, да нет, ну, зачем это мне надо? Нет, ну, прежде всего, когда вот ко всему этому я шла, я никогда не задумывалась, что я уже олимпийская чемпионка, или я сколько раз выиграла чемпионат мира и так далее. Я каждый раз просыпалась, потому что мне хотелось, я вставала, бывало, когда не хотелось вставать, тяжело, и спиной, там, проблемы свои, вот, но есть ради чего, это огромное удовольствие, когда вся публика стоит на ушах и хлопает и кричит, ну, мое имя, там, или, там, кого-то другого, это, ну, есть ради чего, это необъяснимые эмоции, и хочется еще и еще больше наступать и делать еще лучше. А сейчас нет такого национального похмелья? Не наступило оно еще? Ну, пока отдыхаю. Женя, а это правда, что вы в Москву переезжаете из Омска, что это вообще уже решено вопрос? Да, я уже с 12 лет живу в Москве, и поэтому сложно говорить, что переезжаю я. А прописка переезжает? Нет, что вот квартиру вы покупаете в Москве, ну, как-то уже устраиваете? Мне обговорили квартиру в прошлом году, я безумно счастлива была, вот, ну, конечно, в столице жить, это здорово, и родной город я никогда не забуду, и буду ездить, поэтому я живу в России, не уезжая из страны. А чем так привлекает Москва? Это же пробки, это же безобразная экология, пробки сейчас во всех городах России. Большое неудобство, ну, с московскими, даже петербуржескими не сравняются. Биландовскими тоже. Ну, ладно. Ну, серьезно. Ну, и бывают такие экстренные ситуации, но я на это не обращаю внимания, прежде всего в Москве, но это столица, больше возможностей, и плюс я уже привыкла, уже с 11 лет я тут. Женя, машину уже начали водить по Москве? Да. Ну, как, расскажите байку начинающего автолюбителя. Ну, в принципе, нормально, хорошо, все удобно. А есть ли туфелька такая взадимет? Нет, нет. А какие у вас знаки на машине? Никаких. Мишки, на торпеде нет, такой руль может быть. Нет. Классический. Да. Как ездите? Спокойно или вообще, к чему готовиться? Ну, неплохо вроде бы. К чему? Осторожно, Канаева ездить. Не шучу, нормально едешь, лежу за дорогой. Сотрудники ГБДД? Есть история уже? Останавливаются? Ну, останавливаются, когда у меня номеров не было, да, я ездила. То есть, начинали вы без номеров тоже? Ну, потому что как, первоначально номера-то можно месяц не ставить. А, ну почему, ну можно 29-го прийти, так, ну где мои номера? Да, вот, ну поэтому приезжала, один раз установили, поздравили, езжайте с Богом. Это автомобили, да, что еще в Москве, какое самое любимое место, где отдыхает душа, взгляд? Я люблю парки. Парк Горького, Поклонная гора, я люблю гулять очень. Плюс, я даже не знаю, там где родные, там мне и хорошо. Родные, кстати, здесь все уже? Да. С изламской сетях сюда забрали. Да. Ну, вы знаете, вот многие люди, которые выросли не в Москве, допустим, хоккеист Динамо Денис Масалев, он мне сказал, что я так и не привык к московским хмурым лицам. Я бы не сказала, если человек улыбнуться, да, не всегда он в ответ улыбнется, но из 10-ти два человека, я думаю, точно улыбнется. Женя, а к чему так и до сих пор не привыкли в Москве? Вот какой-то контраст. Вы приезжаете домой? Нет, я привыкла достаточно. То есть ничего уже не удивляет? В Омск я приезжаю, я люблю очень Омск, люблю людей в Омске. Это мой любимый город, все. Но я приезжаю в Омске, я настолько, видимо, привыкла в ритме жить. Я постоянно что-то делаю, куда-то мне надо ехать, куда-то это. То есть стоя в Омск, приезжаю, ложусь, я не могу встать. Вот просто у меня полное расслабление, что я дома, что можно вздохнуть. Я просто два дня могу пролежать вообще еле как. Что такое сибирский характер? Сибирский характер. Можно как-то объяснить это? Ну, наверное, очень сильные люди в плане терпеливые, целеустремленные. Наверное, так. Фальши не любят? И простые? Простые очень. То есть если то, что думают, то и говорят. Москва не изменила за это время? Можешь человеку сказать то, что думаешь, то и говоришь подругам, близким людям? Или уже так? Уже какие-то купюры появились. Да, как-то в Москве у нас, ну... Нет, ну, прежде всего нельзя говорить за глаза, я считаю. Ну, как бы это оскорбительно, тем людям неприятно слышать это потом от других лиц. Если что-то не устраивает, то всегда можно сказать человеку, я надеюсь, он правильно это поймет. Ну, не знаю, надеюсь, что не поменялось. Может, так улучшилось? Женя, а сама как относишься к критике? Вот тебе там человек говорит в лицо. Ну, ты не права, например. Ну, знаете, без критики вообще никуда. Всем мил не будешь. И это, к сожалению, так и есть. Хоть и хотелось бы, наверное, быть для всех самой хорошей и самой лучшей. Нет. Ну, как бы такой, какой есть. Не пытаешься быть там лучше, хуже. Конечно, приятно слышать приятное, но в то же время критика, она, наверное, делает человека сильнее. И из-за этой критики надо искать какие-то плюсы. Если, например, вот делать, ну, у меня вот такая ситуация получилась там. Я читала интервью Ирины Дерюгиной с Украины, тренера. Она, конечно, бывало, критику конкретную наводила, но я ей могла сказать огромное спасибо за эту критику, потому что я смотрела на свои недостатки, на которые она наталкивала, и пыталась их исправлять. Поэтому за все спасибо. Ну, а согласитесь, что Ирина Дерюгина, она же часто очень тенденциозна в том смысле, что она просто не любит гимнасток сборной России. И можно ли считать ее критику объективной? Вы знаете, в любой критике есть что-то. Нельзя сказать, что это правильно так, как она делает. Нельзя сказать, что это неправильно. Это ее решение так говорить, и никто не смеет ее осудить. Каждый человек говорит то, что он думает. Конечно, бывают неприятные вещи, как и было, когда она сказала про Инну Жукову, что она серая мышь, я гадкий утенок. Но, тем не менее, Олимпиада показала это другое. Но это ее мнение, и никто ее за это не сует. У нее прекрасная школа, прекрасные девочки, я ничего не могу сказать, потому что... И сама она была великая гимназская олимпийская чемпионка? Да, она не была олимпийской чемпионкой. Была. Дерюгина? Дерюгина не была. Ирина? Нет. Или была, не была. Была. Дерюгина не была. Спорим. Я не спорю. Ну, хорошо. Она была чемпионкой мира, но тогда еще не было. Она Шигуровой выступала, тогда еще и Олимпиады не было. Логично, с 84-го года Олимпиады, да? Да, логично. Женя, я проиграла. А я проиграла, да. Все, что не убивает, получается, делает сильнее. Да. Но все равно Господь Бог посылает те испытания, которые человек может это пройти. Поэтому даже сквозь всякую критику и какие-то моменты неприятные человек все равно проходит. И если он пройдет, он только будет гордиться то, что он через это все прошел. А какие у вас все-таки отношения с Богом? То есть вы ходите в церковь или вы считаете, вы как раз кольники говорили на камеру. Не, я просто на эту тему не обсуждаю. Поэтому личная, я считаю, вера, это всегда остается личной тоже. Но она помогает. Конечно, я верю в Бога. Ничего. Ну, можно сказать, что вы молитесь перед выступлением, или это тоже закрытая тема. Ну, молюсь, да. Сейчас упадет. Что? Картина съезжает. Как вот сочетается, в принципе, вера и какие-то приметы? Я не поверю никогда, что у вас нет никаких примет. Или это... Вообще, я в приметы не верю. Ну, это мое мнение. У каждого свое. Может, это у кого-то откладывается в голове. Ой, там, ступить с левой ноги, или через ногу прошел, или еще что-то в этом роде. Ну, у меня такое мнение. Если я верю в Бога, то я не верю в приметы. Приметы все придумывают сами люди, и у каждого это свое. Там кто-то говорит, ой, число 13, это не счастливо. Для меня счастливо. Три шестерки тоже счастливо. Все счастливо, все на счастье. Поэтому я к этому очень спокойно. В Олимпийской деревне во время Олимпиады с Борисом Соколосовым пошли покушать в эту столовую. Так получилось. Хотя журналистам туда входят воспрещен. Я говорю, ну вот, места полно. Борис Ильич, давайте вот здесь сядем. Он говорит, нет. И мы пошли через всю эту столовую специальную, они вот тут берут только еду. И сели только на определенное место. Я говорю, ну подождите, а давайте тут сядем, тут сядем. Почему такое дело? Нет, говорит, у нас приметы, нельзя, вот есть традиция. Ну, бывают какие-то такие вещи там, наверное, но это даже не сколько приметы. Я помню, что-то одела костюм красный, выступила не очень, на следующий день белое одела, выступила хорошо. И через день опять одела белое, потому что на удачу. Ну, как бы, ну, такие мелочи, ну, не знаю, в это надо верить. Мне кажется, это все. Удача улыбается подготовленным, кое-что мы заговорили про удачу. Про удачу? Удача улыбается тем, кто трудится. Без труда рыбкой. То есть головой. А талант? Нельзя на таланте выиграть. На одном таланте нет никогда. Ну, вот вы сами тут упомянули, что было такое, что, как бы, гимнастскую наслуживаю, она трудилась, но просто было не дано. Вот такое же тоже есть, как это было. Ну, вы знаете, никто не знает, что у нее в голове. Поэтому здесь тоже сложно смотреть. А что должно быть в голове? Светлые мысли. То есть это то, что вот это вот современное поведение на позитиве, да? Или вы как-то по-другому все-таки это симулировали? Ну, правильные мысли, не обижай, не груби. Это тоже все, мне кажется, это со временем все потом вылезает. Мы говорим о удаче, да, вот есть фортуна. Я думаю, уверен, что все партнеры по команде работают так же. Или нет? Ну, повезло, естественно, и талант. Мне кажется, нету слова «повезло» в спорте. Здесь даже это обидно слышать. Повезло, повезло, выиграла Олимпиаду. Ну, как, ну, ты готов, ты хорошо готова. Ну, не только ты, любой спортсмен, который выходит там на ковер. Вот он там подкидывает мяч или ленту. И бывает так, что мяч падает. Это не значит, что ты до этого ничего не делал? Нет, нет, нет. Нет, это уже другая ситуация. Это я считаю, что, наверное, не суждено, раз так произошло. Наверное, это какое-то испытание для человека, чтобы он прошел. Или он выиграет там в своем другом деле. Либо он продержится еще в своем виде спорта. Там останется определенный, выиграет свою медаль или выиграет свое место. Мне кажется, не в спорте, а где-то в другом месте. Или там, ну, не знаю. Это все равно вознаградится рано или поздно. Читал твое интервью пару лет назад. Ты говорила о том, что спортсмен должен уметь еще и проигрывать. Ты можешь представить, что ты не выиграла Олимпиаду в Лондоне? Как бы твоя жизнь не изменилась? Это была бы катастрофа. Меньше бы внимания было. А может быть, как раз наоборот. Все хотели бы понять, что случилось. Да, ну, не факт. У нас обычно сразу приветствуется, кто выигрывает. А кто даже серебро почему-то завоевывает или бронза. Уже так, а, все, это провал. Это зависимость от спортсменов. Например, когда Исимбаева выиграла бронзу, да, и сама Лена, честно скажу, я не ожидал, что человек может так реагировать. Пытаться, там, какая-то была смесь абсолютной эмоций. С одной стороны, она что-то выиграла. С другой стороны, это не первое место. А для человека, который, как это и привык, выигрывает только первое место. Ну, ей очень тяжело это было. Я наверняка, ну, как бы могу представить, потому что у меня тоже бывало, когда я проигрывала. Конечно, она держалась на высоком уровне. Она держится уже в течение, там, я не знаю, скольких лет. Третья Олимпиада. Да, Третья Олимпиада. Это, в принципе, феноменально, то, что держаться и не проигрывать, это просто нереально. Да, это случилось на Олимпиаде, но она сейчас, вроде как я читала, не знаю, дай бог, она хочет в Рио попасть и выступать там. Ну, как бы, это спорт, и нельзя здесь планировать, говорить, выиграешь, не выиграешь. Здесь в один день победитель, в другой день это уже никто и даже не десятка. Ну, это такой вопрос, когда ты говоришь о том, что почему там серебро или почему там бронза, это же тоже медаль. Это тоже медаль, да. Ты говоришь, что только первое место, все остальное проигрывает, это правильно второе место, Женя. Ну, все воспринимают. Не, ну, конечно, хочется всегда максимум. Но то, что... Не хочет вещать. Да, сейчас ты выполнил. Сейчас, сейчас ты выполнил. А ты можешь убрать вот это? Да. Или что-то хоть? Тишина. Милиция не родилась. Так говорят, да? Ну, говорят грубее. Сейчас уже полицейские. Ну, говорят менты. Винер не звонит? Ну, у него нет. Видимо, получается. Потому что уже 20 минут остается. Женя, когда Винер звонит, это будет? Нет, нет, нет. Ну, бывает такое. Может, что-то случилось? Ну, что, я его еще нормально уберу. Паника? Нет. Ну, как бы, нормальные отношения. Хорошие. Должен быть, спортсмен, страх из-за отношения к тренинге? Уважение, прежде всего. Страх, я думаю, что нет. Потому что... Ну, страх это вообще лишний. Должен человек слушать, выполнять, но как бы бояться. Ну, не знаю. Ну, я, в принципе, никогда не боялась. Ну, я, может, не знаю. Я люблю общаться, мне нравится, там, разговаривать, там, мне интересно слушать. Я, в принципе, не делаю ничего криминального, чтобы бояться ее получить, потому что... Ну, накричать, может, так же. Но это не означает, что она там ненавидит или еще что-то. Ну, что, человек, катастрофа. Все? Чем? Катастрофа. Продолжаем? Да. Жень, ну, расскажите про эту расправу на две сами. Так интересно. Вы, оказывается, в ней участвовали, да? Все в ней участвовали, сейчас в сборной. Расскажите, где лежали эти весы ненавидитные, как вы их вылезли? Девочка взвешивала каждое утро, вечер, записывала вес и помечали красненьким или зелененьким. Зелененький – это хороший вес, красненький поправился. Ну, как на светофори, да? Да, 100 грамм, да. А желтенького не было? Желтенький, ну, наверное, это просто не помечался, когда стабильный вес. Просто такой же, как и утром, как и вечером. Ну, красный цвет пугал. Ну, конечно, и ругались, потому что, прежде всего, это и внешний вид, и мог здоровью. Вес все-таки мешает, когда лишний. Поэтому пытались, как тренер, главное, без грехов подойти к Олимпиаде. Жень, ну, вот борцы рассказывают про то, как они сгоняют вес. Такие ужасные истории, по ним можно снимать фильмы ужасов. Ну, как только не сгонять, поэтому, ну, как фильм ужасов. Они сами этого хотели, они сами хотели согнать вес. Их, в принципе, никто не заставлял. Десять одежек, сауна, там… Десять одежек и сауны, сауна сидели и бегали, и не ели. А у вас тоже самое? Ну, это везде, все так же гоняют вес. Да, я расспрашиваю, да. У вас была девушка, да. Да, распрашиваю, у вас была девушка, которая вам мешала. Мы ее попросили, она на радости, конечно, уже отдала нам весы. И все усиленно их били и разбивали. Они еще понышалу не разбивались. Ну, раздолбали. Ну, вот про борцов-то я. Ну, давай про борцов теперь, да. Как можно набрать 8 килограмм, а потом как их можно… Ну, это просто. Набрать это вообще без проблем. Ну, кому тем более. Как же вы набрали на двух видах каши и на шоколадке только в день выступления? Это мне рассказали, была такая диета, вот, девочки из какого упражнения? Ну, это у них своя была диета, у меня своя. Ну, как бы, плюс мне и тренер сам доверял, и главный тренер знал, что я в нужный момент буду в хорошей форме выглядеть. Бывало, ну, как бы, когда выходной я не ела. Пила только полстакана там сленого чая за день. Обычно тренировочный день смотрят нагрузок. Если одна тренировка, я могла только позавтракать. Если две тренировки, ну, в основном две у нас, могла одна большая быть вообще до вечера. Вот, ну, я обязательно хорошо завтракала, ну, не сказать, что я там наедалась, но, как бы, достаточно плотно. На обед я могла там, ну, буквально съесть там кусочек курочки и там овощи, ну, это максимум. Все, или на ужин просто не ела. По ночам не снять все, да? Сосала желудок безумно. Ну, вот эти весы каждые два часа взвешиваются. Ну, что, похудела, похудела. Ой, фу, похудела. А если вообще стоит вес, это, конечно, вообще, вау, хочется их, правда, полувать. Вот, ну, есть ради чего, и все-таки хочется всегда выглядеть хорошо. Ну, это вот рецепт всем нашим зрителям, как выглядеть хорошо, да, от тебя. Ну, на самом деле, я думаю, что просто правильное питание и не переедание. Всегда уходить из-за стола чуть голодно. И на ночь, конечно, кушать. Хотя я следила даже за водичкой, чтобы повеньше там пить или есть, ну, как бы, за всем пограммом. Ну, мне кажется, еще, конечно, это в уме, в голове проблемы, когда боишься поправиться, как на зло вес стоит. А когда спокойнее, знаешь, все-таки как-то, мне кажется, организм по-другому действует. Женя, а вот вы стали лицом известного бренда. Как вам удается так хорошо выглядеть? И для вас же это важно, да, в воспринимательной гимнастике? Ну, мне очень приятно, во-первых, сотрудничать и быть лицом, прежде всего. И это прекрасно, что спортсмены, антимправи. И очень здорово. И плюс это качественные продукты. Я пользуюсь, могу подтвердить. И, конечно, это, прежде всего, приятно. Все вот это, то, что спортсмены стали тоже привлекать к этому. Когда снимали с рекламы, там все это закончилось уже. И вот сейчас про Криштина Романова. Очень было весело. Очень весело было. Режиссер, продюсер ролика. Очень, ну, такой интересный человек. Он по ночам на велосипеде катался. Футбол любит, играет. У него там день рождения было, ему подарили торт в виде футбольного мяча. И такие съемки было очень интересно. И даже не сказать, что я там устала, или еще что-то. Конечно, это было с 7 утра и там до позднего вечера. Но, тем не менее, было очень интересно и необычно. А где снимали? В Москве? Нет, в Фраге. Криштиан Роналд тоже рекламировал шампунь. Смотрели эту рекламу? Нет, не видел. На правду, что ли? Нет, не видел. А теперь обращайтесь за внимание за рекламу. То есть, так же там шампунь. Ну, необычно себя видеть в телевизоре, прыгающий с ленточкой, волосы. Нет, ну, вообще я телевизор очень редко смотрю, не успеваю. Если мне там скажут, ну, Жень, посмотри там на этом канале, тебя показывают. А, на этом тоже. Ну, попереключай, посмотри, интересно. Вообще, я в интернете посмотрела эту рекламу и мне тут свалят. Так иногда обращаю внимание, когда вижу там знакомые лица, это интересно смотреть. Кстати, интернет сейчас идет почти среди молодежи, вообще такая интернет-зависимость. Люди все туда ушли. Так я даже могу сказать, у меня такое было первое время, когда только появилось это. Я сидела, что-то писала, или искала, или смотрела. Ну, я считаю, что надо от этого отходить и в меру. Потому что немножко уходишь в виртуальный мир и забываешь о настоящей жизни, о настоящих встречах с друзьями и общениями. В соцсетях можно найти тебя? Ну, не знаю, я еще не находила. То есть, нет двойников? А, меня? У тебя, говорят, в соцсетях много? А, нет, мне показывали много. Нет, меня там нету. То есть, нет, я максимум есть в твиттере, и то я очень редко только на поздравления отвечаю. Спасибо большое, когда есть время, и то я практически не захожу. Ну, картину, наверное, начинаем рисовать, да? Ну, еще несколько вопросов, или что? Ну, в это время уже, да? Есть еще, наверное, 3 минуты, буквально? Вообще, мы до трех, понимаешь? А, до трех? Ну, до трех, Шеня в три уезжает. Ну, давай, тогда закончим. Пару вопросов-то, да, и подведемся к этому. Кто это просто картинка? Ну, как просто, вот гимнасток называют художницами, да, девушек, которые занимаются художественной гимнастикой. Ну, да, что показывает вроде как-то. Да, вот какая вы гимнастка, мы знаем, да. И нам стало интересно понять, какая вы художница. Поэтому попробуйте, да, вот такой экспромт, полная свобода действий, вот все, что хотите. Какой любимый цвет? А у меня белый, я люблю. Белый, белый. Да, сиреневый. У меня такого определенного прям нет. Чай. Нарисуй. Сейчас. В Третьяковке была? Нет, не была. Была в Лувре. В Лувре? Да. Какая картина будешь тебе понравилась? Мне Мадонна с Иисусом, по-моему, Александра Батачелли, или как-то вот точно не помню. А чем? То есть ты увидела картину, она прям… Ну там добрые глаза, мне просто привлекло внимание, мне понравилось. Хотя я человек, ну как бы не изучаю искусство, хотя очень интересно. В принципе, твой вид спорт тоже можно назвать искусством. Ну да, стараюсь. Женя, сколько стояли в очереди в Лувр? Или вам повезло? Ну не так долго. Я стояла в очередь очень большую, когда была в Ватикане. Часа полтора, наверное, да? А нельзя будет как раз подпрыгнуть так, хопа, и раз как в начале вообще-то. Ну да нет. Так, я долго буду тебя, по-моему, рисовать. Ну ладно, вы потерпите. Сейчас. Я дойду. Не надо. Вы так меня это оживили, мне прям интересно стало. Ну и рисуй. Слушай, ну есть про день рождения у тебя 2 апреля? Праздник еще ближайший. Именину можно подарить тебе мольберт. Да, да, да. Не, на самом деле я всю жизнь мечтала стать художником. Маленькая, когда была вообще просто. Ну как мы угадали, да? Да. Я прям очень болела. Но так как я не умею делать, вы сильно не смеетесь. Я что-то попытаюсь... А мы смеяться сниму. Как раз интересно просто, вот что вы нарисуете. Слушай, иногда многие картины видишь, не понимаешь, что это такое. А потом узнаешь сценик этой картины и думаешь, что ты не тем занимаешься в жизни. Ну ладно, полностью не получится. Нет, Женя, не торопитесь, не торопитесь. Лучше сделайте хорошо. И для вас тоже память. Ты посмотрела на тебя кисточка на фотографии, Женя. Ты тоже что-то изобразила такое. Как вообще впечатления от Олимпиады, от Лондона? Вот сейчас, когда все улеглось уже, да? Спустя месяц уже. Ну вообще, на самом деле, самое приятное, мне очень приятно находиться, когда обращают огромное внимание к спорту, к нашему искусству, можно сказать. Ну, конечно, запоминается все самое такое приятное и легкое, хотя под этим стоит очень много сложностей и каких-то испытаний, можно сказать. А для тебя вообще принципиально, где проходят Олимпиады? Пекин – это один конец цвета, Лондон – другой, но по большому счету у вас вся Олимпиада проходит в зале. Ну, немножко вот то, что было, находилось я когда в Лондоне, немножко другая обстановка была. Там все-таки было как-то более легче морально подходить, потому что то, что было в Пекине, более напряженно. Во-первых, наверное, потому что у нас площадка была прямо одна, мы готовились вообще в другом зале, а здесь у нас была подготовительная площадка в этом же зале, где мы выступаем. Это немножко помогает спортсменкам сосредоточиться и находиться как бы в том состоянии, в котором ты уже выходишь на площадку на соревновательные. Поэтому было в плане морального настроиться, наверное, попроще и в Лондоне. Жень, пока я вижу вот небо и поле, да? Да. Люблю свободу и природу. Может быть, это связано еще с председателем с тем, что ты стал старше? Соответственно, появился опыт. Ну, вы знаете, ответственности было еще больше, потому что все ждали и все болели, и хотелось оправдать это все. Вот, и поэтому, наверное, в Лондоне было более тяжелее морально подойти к этому. Все художники не любят, когда смотрят, когда картина не окончена. А мы вот так вот сбоку? Да, да, да. А подпись будет потом? Ну, конечно. Как без этого? Авторская работа. Ты можешь себе представить, например, что там в какое-то время вот эта картина, на которую мы обязательно... Нет, не могу представить. Она будет стоить таких хороших денег, да. То есть, ты на улице его узнаете? Да, узнаю. То есть, можешь спокойно, например, в метро ездить, кстати, давно было в подземке? В метро я, кстати, давно не ездила, поэтому мне сложно сказать. А, нет, я ездила в прошлом году, по-моему, да. За нами просто следят, чтобы мы лишний раз не спускались в метро, чтобы инфекция и так далее. То есть, это не потому, что ты презираешь подземку? Не-не-не, вы что? Я абсолютно нормально отношусь. А сколько раз в году вам разрешают спуститься в метро? Жень. А? Сколько раз в году вам разрешают спуститься в метро? Ну, нет конкретного, сколько раз разрешают. Нет, такого стараются, что на водителя дает или на садах. Потому что у спортивной гимнастики, наоборот, им запрещено садиться за руль. За руль? Да. Ну, за руль я не садилась. Вот, все это время, пока тренировалась, я… То есть, вы начали ездить уже после… После олимпиады, да. Ну, я тоже не знаю. Ну, ладно. Так, расплывается все. Недан, прочитал Майк Тайсон, такое интересное изречение его, что когда ты поднимаешься вверх, ты узнаешь, кто у тебя друзья. Ну, это так и есть. Да. А когда спускаешься вниз… А, точнее, нет. Когда ты поднимаешься наверх, друзья узнают, кто ты. А когда спускаешься вниз, ты узнаешь, кто у тебя друзья. Ну, вы знаете, у меня вот человек очень близкий, Наташа Печушкина, все, что бы ни происходило, она всегда оставалась… Она мне говорила замечания, все, но всегда осталась, как говорится, на моей стороне, всегда поддерживала, в каких бы ситуациях я бы не находилась. Поэтому, наверное, друзей много не бывает. Очень есть хорошие приятели и те люди, которые там могут помочь. Все, но вот друзей, конечно, много не бывает. А женская дружба бывает? Женская, да. У меня есть, слава богу. Ну, я не знаю, что я рисую, но ладно. Какое любимое время года? Судя по тому, что картина – это лето. Да. Или поздняя весна даже, может быть. Или такая, да. Я люблю весну, так как я родилась весной. Плюс я люблю лето, очень люблю. Ну, по-своему, кстати, зиму тоже люблю. Потому что все-таки зима, свои какие-то, ну, сказки, можно сказать, сказочное состояние такое. Ну, снег, всякие Деда Мороза, снегурки. Вот. Из детства Деда Мороза что на тебя ассоциируется? Ну, на самом деле я рано поняла, что Деда Мороза не существует. А как вы разоплачили? Когда я поняла, что… Я при маме сказала, что я хочу… Ну, кассеты, ну, у нас видики тогда только появились, мультфильм Анастасия. А брат, да, хотел Аладдина. И вот в этот же вечер новогодний положили нам… Дед Мороз все это принесло? Я поняла, чего-то не то. Дед Мороз не мог услышать. И тут до меня дошло. Дед Мороза не существует. Это все мама с папой подарки делают. А сколько лет было? Ну… Мне, наверное, лет семь-шесть, наверное, было. Да. Где-то так. Вот. Ну, я даже не знаю, чего вам еще рисовать. Ну, что, давай. Заканчивай. Это же твоя картина уже. Заканчивай? Нет. Ну, еще одно дерево рисовать. Долго, наверное, да? Это будет долго? Да. Да. Да, уже, наверное, автограф. Ну, ладно. Ну, где-то у меня… Нет, а Женя не против. Она просто думает еще какую-то деталь добавить. Да. Автограф она поставит, конечно. Зайца. Испортить картину и в конце зайца, да? Ну, давайте нарисуем зайчик. Да, я не знаю, что-то как-то одиноко получилось. Хочется еще чего-нибудь. Ну, ты же говоришь простор, свобода. Ну, да. Простор. Ну, да. Тут зайца, да? Машину, дорогу и Москва как раз. Нет. Ну, можно домик такой деревянный нарисовать. Ну, ладно, будет простор у нас. Птичек надо засунуть. Жизнь, жизнь надо, да, вдохнуть. Ах, да. Галочки поставим. Ну, как тут солнце? Почему же ночное? Немножко голубые. Наверное. Тут так мрачновато. Можешь себя с каким-то животным ассоцируешься, с птицей? Представляешь? Ну, я вообще очень люблю птиц люблю, лошадей люблю. Ну, не знаю, какой-то вот такой мне смежный штаб летящий. Лошадей надо было сюда. Ну, в Сардинии вас посадили на лошадь или кого-то из вас? А я уже улетела. А, это в последний день было, да? Нет, не последний. Я улетела раньше. Девчонки были, по-моему, дней десять. Нет, имею в виду, на лошадях они ездили. Ну, они уже ездили. Они еще потом куда-то поехали. Ну, лошадей я не умею рисовать, поэтому я не буду позориться. Очень симпатичная картина. Я знаю, там уже беспокоятся коллеги. Да? Причем мне рисовать, да? Да, подпись, подпись. Подпись, дату, наверное, можно, да? И где, да? Где это все произошло? Может быть, тоже. Ну, да. Так. Да не за сорок, за десять. Мы до этого разговаривали практически все время. Так, и что, мне числа написали? Ну, наверное, да. А сегодня сколько? Сегодня тринадцатая. Тринадцатая? Да. И в тринадцать часов вы к нам приехали. Да. Тринадцатая. Ноль девятая. Сентября, ноль девятая. Ну, ладно, вы же не боитесь всех этих дат. Все хорошо. Нет, это вообще. И там тринадцатая плюс ноль девять – 21, да? И сейчас мы посчитаем нумерологию. Ага. Все.